огромный привет всем ценителям фотоискусства сегодня мы создадим стиль пленочной фотографии используя профиль пленки fuji работать будем с вами photoshop из бесплатной второй версии плагина ник collection где взять и как установить плагин в описании будет видеоинструкция фотография для урока также в описании она уже отчасти проявлена базовые настройки сохранены файли которые вы скачаете и более не теряя времени поехали итак мы с вами photoshop и первым делом нам нужно создать дубликат нашей фотографии нажимаем сочетание клавиш control j windows и command j в mac далее идем фильтр выбираем ник collection и здесь выбираем плагин silver effects pro 2 фотография подгрузилась и верхнем правом углу у нас есть три небольших значка мы можем выбрать одно изображение либо сравнить два изображения будем видеть одновременно либо сделать такой слайдер двигая который можно смотреть как работает плагин давайте выберем средний значок чтобы была возможность посмотреть до после слайдер я уведу немного влево и сейчас у нас с вами фотография отображается просто в черно-белом профиле без какого-либо фильтра какого-либо стиля в правой панели у нас полностью настройки которые мы можем выставить вручную слева у нас предустановки это некий аналог пресетов или стилей lightroom если у вас не нажата то нажмите кнопочку все у вас отобразятся все 38 предустановок самый верхний у нас нейтральный это просто банальная проявка без применения каких-либо эффектов нажимаем следующие 001 не до экспонирования и фотография сразу преображается далее друзья мы можем двигать стрелочками на клавиатуре и выбирать уже непосредственно фильтр который нам подойдет для конкретного изображения те стилей которые вам нравятся вы можете сохранить в избранное самым простым и банальным способом это под изображением в названии пресета кликнуть на звездочку она станет желтая и значит ваш пресет добавлен в избранное поэкспериментируйте здесь с различными установками выберите и сохраните в избранное те стили которые вам нравятся сегодня я остановлюсь на таком плагине который называется мокрые скалы для этого снимка он мне понравился больше всего давайте посмотрим итак вот такое изображение это обычная проявка чб и вот таким вот образом отображается уже наш фильтр мокрые скалы согласитесь фотография преобразилась и именно такой мы себе представляем черно-белую фотографию далее в правой панели мы можем с вами настроить базовые настройки яркость контраст структуру я сделаю чуть-чуть поярче буквально назначение 5 структуры обратите внимание очень интересная настройка она без лишних шумов добавляет детализации в изображении в черно-белых фотографиях это смотрится зачастую очень уместно я добавлю немного буквально назначение 10 если у вас возникают какие-то трудности с ползунком чтобы выставить положение такое же как у меня просто кликните на число и руками через клавиатуру добавьте значение 10 далее цветовой фильтр здесь можно выбрать отдельные акценты на какой-то цвет и тогда черно-белое изображение некоторые его детали будут меняться становиться светлее или темнее на этой фотографии мне больше нравится нейтральный серый таким я его и оставлю и вот теперь самое интересное друзья мы подошли к типу пленки по умолчанию стоит нейтральный вы здесь также можете подобрать стиль пленки который больше всего вам понравится больше подойдет для вашего изображения для этого изображения мне очень понравился профиль который называется fuji neopan pro 1600 и фотографии выглядит немного холодно я хотел бы сделать ее чуть-чуть буквально слегка потеплее для этого у нас есть такая настройка которая называется тонирование раскрываемые здесь видим достаточно большое количество различных тонов я выбираю номер 3 он слишком насыщенный стоит на значении 50 и ползунком интенсивность мы можем его убавить и конечно же я его снижаю вы можете обратить внимание что двигаются сразу несколько ползунков и я поставлю на значение пожалуй 25 и мы с вами получаем такое трендовое очень популярное тонирование которое называется серебро такой стиль черно-белой фотографии присутствует например в тех же айфонах называется он по моему там эффективный есть теплый эффективный холодный и еще друзья с очень интересный ползунок это зернистость сейчас он стоит у меня на значении 215 двигая влево мы с вами увеличиваем зерно двигаем вправо мы с вами уменьшаем зерно но я думаю что где-то на значении 200 наверное будет достаточно вот именно такую черно-белую фотографию я себе представлял и самый последний штрих в эту фотографию добавим виньетку и так раскрываем значение виньетка выбираем здесь рассеяние объектива 3 далее в предустановках величину делаем посильнее можно прям сделать буквально до минус 100 потом мы это исправим теперь мы с вами подгоним слегка размер сделаем акценты здесь на двух девушках по центру и круг слегка изменим в прямоугольник и получив после этого вот такую виньетку мы теперь можем отрегулировать с вами величину виньетку я не буду сделать заметную поставлю буквально назначение 15 здесь мне кажется этого будет достаточно итак теперь давайте захватим ползунок нашего слайдера и посмотрим до после до после все предустановки вы можете сохранить в свой пресет который у вас будет доступен здесь в ник collection в этом плагине для этого в левой панели в разделе пользовательские кликните на плюсик у вас выскочит вот такое вот окошко и сюда нужно просто будет добавить название вашего пресета у меня он будет там street 001 неважно кликаем окей и вот у вас в пользовательских появляется пресет ваших настроек который вы только что создали вместе со мной дальше переходим вправо вниз кликаем ok настройки применились нажимаем сочетание клавиш alt ctrl shift с выпадающем меню изменяем параметры изображения которые вам необходимо для ваших соц сетей или печатания на фото бумаги я выставлю значение в 4к выбираем формат jpeg качество наилучшее кликаем сохранить сохраняем фотографию в коллекцию а на сегодня это все с вами как всегда был серджио желаю вам новых творческих высот и до скорой встречи в следующем видео всем пока пока